Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Проект В. Сегодня у нас новая тема, работа со светом. Любой начинающий блогер, он берет просто телефон, или фото, или видеокамеру, и начинает себя снимать, фотографировать, и не всегда получается так, что качество фотографии или видео хорошее. Например, многие допускают такую ошибку, как работать со светом. То есть они забывают о том, что у нас есть дневной свет, который нам очень хорошо помогает днем снимать ролики. Но я, например, работаю каждый день с понедельника по пятницу, по субботу, и чаще всего в это время уже просто света нет. То есть я прихожу, ну, грубо говоря, ухожу утром, рано только солнце встает, приезжаю с работы, уже темно, и я не могу полностью стараться выкладывать ролики как можно больше и чаще, и снимать их. По причине того, что у меня нет такой возможности работать со светом. И как бы использовать торгостоящие какие-то софиты там, боксы всякие, стоп-боксы и так далее. Но любой блогер должен понимать о том, что рано или поздно он будет сталкиваться с такой проблемой, как свет. Ему захочется его улучшить, снимать ролики чаще, и для этого ему тоже понадобится свет. Если он, допустим, будет снимать в какое-то ночное время, или наоборот на рассвете, и свет от солнца, который сейчас помогает снять этот ролик, его не будет. Или будет, например, очень сильно пасмурная погода, или наоборот будет очень ярко-солнечная погода. Мало ли где вы живете, в какой части и как у вас расположен вообще свет. Нужно приобретать хорошие, качественные продукты, для того, чтобы в дальнейшем было проще и легче снимать. Но сейчас я вам покажу то оборудование, которое мне подарили на мой день рождения. Но я очень рад, что у меня такое устройство появилось. Это, конечно, не софтбокс, но это кольцевое освещение. И благодаря ему, я надеюсь, что я смогу снимать побольше роликов, почаще их укладывать. И будет вам намного интереснее бывать на моем канале. Никогда не снимайте, как снимаю сейчас я, то есть против света. То есть, если я сейчас открою, вот у меня тут все светло, все хорошо, но ночью бывает так, что света нет. Извиняюсь за бардак на своем столе. Вот. Мне подарили вот такое вот кольцевое освещение. Сейчас я нажму. У него 301, то есть это холодный свет. Это комбинированный свет, то есть холодный и теплый. Так. И теплый. Извиняюсь. Кнопочки немножко не срабатывают. Что могу сказать о данном устройстве? Он очень приятный, удобный. Единственное, если на него очень долго смотреть, начинают потом появляться такие круги в глазах. Вот. Также здесь у него есть держатель. Для камеры. Так. Сейчас я выключу все-таки. Очень ярко. Вот. Держатель для камеры. То есть, вы можете его там повернуть вот так, повернуть вот так. Горизонтально, вертикально, как вам удобно. Штатив, на котором он располагается. Ну и провод, который подключается к питанию. У меня вот здесь зарядки. И вот я к нему подключил. Он по USB подключается. В принципе, такая вот штука. Надеюсь, что вы сможете ее себе приобрести в ближайшем будущем. Что еще хотелось бы сказать? Конечно, не у всех есть возможность приобретать такое устройство. И вы можете воспользоваться просто обычными лампочками. Но вам нужно посмотреть ролики. Я, кстати, очень сильно и долго мучился. А с расстановкой света у меня нет штатива, на котором я смог бы вот так вот брать. И просто все это вот расставлять, чтобы мне было все приятно. Вот. Поэтому, конечно, пробуйте, экспериментируйте. Может быть, где-то дальше, ближе, посмотрите ролики на YouTube. И там очень много полезной информации. Вот. Я надеюсь, что вы найдете для себя оптимальный вариант, который вам очень сильно понравится и который вам поможет. До того, как у меня появился вот свет сзади, который светится, я использовал такую лампочку. Здесь вообще лампочка Ильича. Но у меня еще была лампочка дневного света. То есть там 9, 12 ватт. Вот. Это, конечно... Сейчас я это включу. Оп. Но не очень, согласитесь. Вот. Второй вариант, который я использовал. У меня тут самодельная такая имбра была. С 30-ти, по-моему, или 50-ти ваттной лампой. Вот. Это, конечно, трэш. Вообще, потому что она очень ярко светит. Ну, вот. Ну, согласитесь, тоже не вариант. Ну, конечно, если далеко поставить, осветить можно. И очень даже, в принципе, неплохо. Ну, если у вас есть что-то более интересное, конечно же, попробуйте, используйте ее. И улучшайте качество вашего видео. Поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на этот канал. И... Всего доброго. До скорой встречи. До скорой встречи.